здравствуйте меня зовут федор васильев я вас встречаю в пятнадцатом уроке мы продолжаем с вами изучать компонент grid box конструктор лендингов для джумла в этом уроке мы с вами поговорим о вложенных пунктах меню давайте посмотрим как это устроено переходим в админку джумла переходим меню майн меню смотрите если вы начали изучать компонент grid box но совсем незнакомы с базой джумла то здесь вам возможно будет не совсем понятно я вам предлагаю изучить мой бесплатный курс джумла сенсей сейчас вы видите ссылочку на экране ну или если вы смекалистый человек то вы сможете принципе подхватить информацию которую я вам дам в этом уроке смотрите как я понял новички немножко не понимают вот этот смысл grid box спрашивают там про интернет-магазин и так далее будет ли он работать grid box смотри какая тут ситуация я сейчас попробую это разъяснить любое расширение на джумлу будет работать здесь вместе с grid box но так как grid box выводится через свой пункт меню grid box вот здесь это видно да когда мы с вами создавали страницы в начальных уроках мы переходили grid box page то есть смотрите сам магазин компонент он тоже имеет свои ссылки вот такие внутренние да они будут вести на магазин там как-то по-другому называться то есть мы компонент ним не сможем вывести на одну страницу вместе с grid box то есть мы сможем магазин вывести только на отдельную страницу то есть вот у нас тут страница главное меню у нас и например еще один пункт меню магазин переходим туда и там будет а ваш магазин его нужно будет отдельно настроить и конечно же вы не сможете вот так легко менять дизайн магазина как вы меняете его вот здесь grid box да то есть вот так карандашик зашли там стиль подправили этого не будет потому что эти настройки они непосредственно у grid box но часть магазина можно вывести на страницу grid box так как grid box предполагает вывод модулей что за вывод модулей об этом будет позже уроки например может быть у магазина модуль последние товары или топ продаж товаров такие есть модуль эти модули можно попытаться вывести в сам grid box все сторонние компоненты как я уже сказал магазин или форум внедрить прямо в grid box прямо на страницу нельзя только на отдельной странице и соответственно настройки все стилей это все относится например если форум поставили в самом форуме но конечно же стиле вот этой самой болванки шаблона grid box конечно же они есть опять же чтобы понимать это нужно визуально поставить формы посмотреть как он будет выглядеть на шаблоне на нашем понимаете вот я надеюсь я этот момент понятно объяснил что касается магазина разработчик утверждает разработчик grid box утверждает что такая вещь будет то есть в самом grid box нам нужно просто дождаться когда и будет магазин тогда у нас проблем никаких не будет он также будет легко настраиваться как сам элементы grid box когда он будет готов но я вам хочу сказать наперед что когда я закончу уроки по grid box у меня будут уроки по форме то есть формы это может быть обратный звонок всплывающая форма и так далее эта форма тоже также гибко настраивается как grid box потому что разработчик один и тот же и там в этой форме есть возможность прикрутить платежные формы но только заграничные paypal и так далее русскоязычных нет потому что компонент направлен на англоязычную аудиторию но возможно в дальнейшем к этой форме будет прикручен плагин например интеркасс эта форма очень гибкая нам очень понравилось я уже ее изучал и я я вас уверяю grid box плюс формы это будет просто бомба на самом деле так что следите за моими новостями следите за моим каналом youtube и вы сможете сделать просто великолепный многофункциональный лендинг page итак мы с вами возвращаемся к теме уроки это вложенный пункты меню я сейчас создам любой пункт меню хочу чтобы он был вложен и то есть например на пункт меню контакты я хочу чтобы при наведении раскрывалась ряд меню который будет вести на какие-то другие страницы это уже не важно главное взять понять принцип технику как это работает мы нажимаем на кнопку создать и я как-нибудь называю пункт меню например демо тип пункта меню выбираем то есть смотрите можно выбрать все что угодно здесь все зависит от ваших целей я не буду сейчас углубляться вот смысл других пунктов меню потому что это не тема урока и это все нужно было пройти вам в базе по созданию сайтов на джумал то есть это курс мой как я уже сказал джумал сенсей без него вам возможно будет тяжело здесь это понять потому что я сейчас буду бегло пробегаться смотрите я нажимаю материалы и например избранные материалы дальше смотрите если я сейчас просто сохраню это будет просто пункт меню нажимаю сохранить то есть мы с вами это уже делали обновляю страницу вы видите в конце у нас добавился пункт меню демо чтобы назначить родители данному пункту меню мы смотрим в правую сторону правую колонку здесь есть такой пункт родительский элемент здесь я выбираю контакты нажимаю сохранить но не закрываю потому что я хочу для примера и создать еще один пункт меню если я хочу создать еще один пункт меню и родитель хочу чтобы был также контакты можно воспользоваться быстрым способом создания это сохранить копию кнопочка кликаем сюда здесь тут же меняется альяс меняется название подставляется 2 пускай будет дыма 2 и здесь алис дыма 2 нам лишь остается здесь только выбрать опубликовать потому что у нас уже все здесь задано как нужно и нажимаю сохранить вот так вот быстро я создал уже два пункта меню обновляем страницу и мы с вами сейчас ничего не увидим как будто бы не работает но нам нужно пройти в модуль меню там нужно активировать одну опцию мы приходим расширение менеджер модулей находим модуль майн меню и вот здесь вот последняя опция показывать под пункты меню ставим да и нажимаем сохранить обновляем сайт и вы видите как у мои два пункта меню вот так вот всплывает то есть вот так вот это работает ну и теперь по дизайну мы с вами это не затрагивали потому что мы пункты меню не создавали но здесь я думаю вы уже справитесь без меня то есть вы заходите в режим редактирования сайта grid box заходите в карандашик меню эту нас субменю вот этот пункт нажимаем сюда и мы можем сразу видеть что нам нужно править то есть смотрите подложка белая убираем прозрачность точнее ставим прозрачность и вы видите да заливка исчезает то есть здесь я подробно не останавливаюсь я уверен что вы справитесь без меня рамочка серая рамочка если не нужно рамочку можно убрать со всех сторон теперь рамочки нет паддинг также отступы типография также назначить можно шрифт он уже назначен у меня color размер то есть это все вы уже сможете я сделал без меня все то же самое при наведении также вот видите цвет до дизайн надо вам сменить при наведении вот у меня сейчас черное короче здесь вы сделали все и не забудьте что для мобильной версии также пункты меню нужно изменить переходим в мобильную версию если сейчас посмотрим меню наши пункты они очень маленькие их видно они у нас уже в развернутом виде до переходим хэдер субменю типография и вот пожалуйста ведь вот размер я увеличу подпунктов меню ну и цвет можно назначить какой-то даже другой чтобы они отделялись и это было видно что это как бы вложенный пункт и меню отделили их цветом до чтобы не было одной серой массы например вот таким образом и сэй вот в принципе и все в этом уроке что я хотел сказать по вложенным пунктам меню надеюсь для вас урок был полезным если это так пожалуйста поставьте палец вверх лайк подписывайтесь на мой канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые интересные выпуски завтра кстати будет новый видео урок о grid box подписывайтесь на мою группу вконтакте я недавно ее создал ссылка будет в описании этого видео там есть интересная тема я хочу собрать информацию от своих подписчиков то есть какие темы вы хотите чтобы я для вас затрону то есть какие сделать видео уроки на те темы которые вас интересны обязательно ставьте там свой комментарий если вы хотите раскрыть какую-то тему и чтобы я вам в этом помог на этом здесь все и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле не важно то сейчас я вас хочу познакомить замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинг тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь и и Редактор субтитров А.Семкин